С 1 января текущего года вступило в силу постановление правительства России по урегулированию переноса платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды из раздела коммунальные услуги в раздел содержания общего имущества. Во многих домах стоимость будет варьироваться. Значительный рост ожидает жильцов многоквартирных домов с лифтами и домов с большими общими коридорами и вестибюлями. Вопросов по этому поводу немало, поэтому государственная жилищная инспекция Чуваши провела брифинг. На очередной городской планерке глава столичной администрации Алексей Ладоков поручил главам районов совместно со структурами, отвечающими за работу ЖКХ, провести разъяснительную работу среди населения по вопросу прозрачности начисления платы за общедомовые нужды. Квитанция должна быть расшифровка по каждой коммунальной услуге и управляющая компания должна указать площадь дома, площадь общего имущества и установленные нормативы на каждый вид коммунальных услуг. На электроснабжение, на водоснабжение, для каждого конкретного дома и формулу расчета. В полном объеме эта работа должна быть завершена в феврале. Специалисты госжилинспекции показали журналистам январскую квитанцию нового образца одной из чебоксарских управляющих компаний. Обратная ее сторона по-прежнему пуста, хотя именно там должна была быть размещена подробная информация и номера телефонов, по которым можно получить необходимые разъяснения. Такова была рекомендация Минстроя России. Есть и нюансы. Пока госжилинспекции республики предлагают учитывать только площади помещений, указанных в правительственном постановлении. Мы рекомендовали только на данный перечень ссылаться и не учитывать площади подвалов и чердаков. В случае учета управляющими компаниями площадей подвалов и чердаков способ регулирования пока остается один. У нас единственный рычаг это конечно административный. То есть мы будем выдавать предписание, выдавать предписание на стороне данного нарушения. В случае неисполнения предписания будем уже привлекать административную ответственность. Так что выигрыши пока остаются жильцы небольших домов, где общая площадь не идет ни в какое сравнение с большими многоэтажными домами и их инфраструктурой.